Друзья, привет! Сегодня у нас с вами есть возможность протестировать Chery Tiggo 7 Pro. Проедем по автосалонам нашего города Оренбурга и сравним в ценовой категории другие автомобили. Например, в Mitsubishi, УАЗ и заедем с вами к официальному дилеру Автоваза. Вам приятного просмотра! Режим спорт, вариатор, газ в пол, пробоксовочка, 10 км в час, 12 км в час. 13 км в час, 14 км в час, 15 км в час, 16 км в час. Оттормаживаемся! Итак, добрый день, друзья! Сегодня мы приехали в Chery. Полтавская. Какой, Алексей, адрес? Полтавская 43, да она пора уже выручена. Понятно. Так, смотрите, сегодня берем на тест Chery 7 Pro. Алексей нам вкратце сейчас все расскажет про этот автомобиль. Алексей, нас интересует... Давайте с передней части начнем. Двигатель. Чей двигатель? Двигатель Австрия. Разработка. Делали специально под эту платформу. То есть двигатель не слизанный ниоткуда, не лицензионный. Делался под эту платформу полностью. 1.5 цепной турбированный. 147 лошадиных цепей. Давай откроем сразу капот и покажем. Это частный тестовый автомобиль, поэтому вот его эксплуатируют каждый день. Эсплуатируют нещадно, потому что все же боятся китайцев. Ну да, конечно. Вот этот двигатель 1.5 с турбиной. Цепной, да? Цепной. Турбина и стоит вот тут сзади располагается. Она с охлаждением, то есть турботайвер никакого не нужно, никаких дополнительных условий для ее функционирования не нужно. Она полностью сама себя. Ну и приятно, конечно, что стоят упоры. Да, это комплектация. И видишь, как получается, с ним вот сейчас, это мы сейчас с тобой открыли. Вот так вот, в повседневной эксплуатации это все выглядит. Вот так. То есть владельцу и не нужно никуда лезть. Здесь только есть крышка бачка-омывателя и на всякий случай крышка-бачка расширительного. Все. Все остальное делается по регламенту в ТО. Все понятно. Ладно, подвигатель понятно. Оптика. Давай за оптику расскажи. Это легендарная, ставшая уже прям настоящим хитом оптика. LED-оптика. Я думаю, что если ты возьмешь машину вечером, а мы сегодня в какой-нибудь гараж заедем, посмотрим. Тут и оценишь ее. Так, ну теперь давай по передней подвеске. Многорычажка стандартная Макферсон. Клиренс 190 сантиметров. Ой, 190 миллиметров. Я уже 190 сантиметров. Трактор целый. Меря циклируется по нижней точке рычага. Так, если быть честным, то под бампер проходит и 25 сантиметров. Ну, минимальный 190. Подвеска задней тоже, многорычажка, независимая. Давайте вот так посмотрим. Переходим к задней части. Багажник. Багажник с электроприводом. Ну, смотри,ся. Достойный багажник. Много пространства. Под ковриком прячется. Запасное колесо. Докатка. Докатка. В 2020 году это были докатки. Модели 2021 года. Все с полноценными запасками. Это хочешь сказать полноценная запаска? Нет, это 2020 года машина. А, 2020. Поэтому. Да. В 2021 году все с полноценными колесами. То есть мы можем вот сейчас, смотри, пришла семерка. Автовоз. Сейчас мы разгрузили. Мы можем заглянуть туда. Там полноценная запаска. Да, это будет интересно. Пойдем посмотрим. Так, смотри, разница. Машина 2021 года. Пол. Робный. И вот, я тебе говорил, на литье полноценное колесо. Ну, молодцы, да? Разница год и уже делают полноценную. Это молодцы. Вот в таком виде с автовоза сгружают автомобили. То есть наклеена пленка полностью. Ну, только я так понял. Капот, крыша, да? Ну, да. Все это моется, убирается, подготавливается. Сейчас мы эти машины будем все полностью отмывать. Делать притродажку. Здесь тоже все в целлофане. Но этот автомобиль только что вот сгрузили с автовоза. Если ты и тачки понимаешь, пожалуйста. Да, это нам легко. Все, вот опись машины. Все читаем. Да. Обрати внимание, какой у меня порог. Всего каких-то 100 тысяч, он твой. Сейчас уберется, смотри. И самое главное, выходит там, с какой стороны открываешь дверь. Да, да. Я заметил. Открою с той стороны. Да. С той, да. Вот смотри. Давайте еще раз. Вообще красотка. Закрыл. Ждет. Убирается. Не знаю, конечно, как это будет в наших условиях работать. Зимой грязь. Но если кататься по трассе, то, конечно, вещь... Ну, прикольная. Да, хорошая. Алексей, расскажи, что за автомобиль. Алексей, ТХЛ, подписчики канала Нива 007, это первые, кто выйдет эту машину, потому что, вот посмотри, только я спустил ее с автовозом. Да, ребят, только сейчас снимали. Буквально вот только сейчас она прям с автовоза. Я увидел, что она полноприводная, ребята. Да, вот помнишь, я тебе рассказывал, что будет полноприводная версия премиального кроссовера. Так что сегодня я отдаю тебе семерку. И мы с тобой договариваемся, когда хочешь протестить. Полный привод. Тебе его и отдам, потому что кто еще оценит? Кто еще оценит, как ты? Так, ну все, принято. Ребята, с вас лайки. Чем больше лайков, тем быстрее поедем мы на полноприводном Chery X-Seed. Да. Запуск только через тормоз, соответственно, загорается. Вот, видишь, зеленый. Все, старт, нажали, завелась. Здесь у тебя управление климатом. И можно управлять здесь, можно управлять здесь. Выбираешь потоки, куда направлять, можешь выбирать температуру. Тут двузонный климат в эту сторону. Здесь, соответственно, управление подогреваемым сиденьем. И то же самое дублируются кнопки, что и здесь. Здесь тоже можно задавать температуру. Режим авто, он сам будет нагнетать, сколько ему нужно. Селектор коробки передач выполнен как? Так, что? Ага, он уезжает. Вот давай. Сейчас нам нужно вот ехать. Смотри. Все, я просто переключил. Нет, реверс. Включился. Включилась камера сразу. Я отъезжаю. Сейчас нам раз. Парковка. Не надо ее искать. Она просто сверху P нажимаем. Все, она парковка. На любом, в любом положении он задает на паркинг. Лишь бы на радь P. Ну, я уже до проверяю, чтобы тут... А вот они подсвечиваются. Отсвечиваются, но днем в жару, я всегда смотрю. Ну, да, здесь не видно. У нас вот, вот один щелчок, все, у меня D. Вокруг камера на 360. Опять, все, типа. Соответственно, реверс через нейтральную, два щелчка вперед. Drive, два щелчка назад. Это стандартная, когда... Да. Ну и режим механическое переключение, когда ты можешь вручную переключать на скорости. При трогании... При начале движения обращайте внимание, чтобы был выключен ручник, иначе он не поедет. Лампочка горит. Ручник снимается нажатием вниз. То есть он снимается тоже только, когда нога на тормозе. Без тормоза он не снимется. Вот это что за клавиш? Автохолд. Это система, когда я пристегну... Если я хочу... Ну, я должен быть пристегнутый, оно тогда меня увидит. Автохолд. Это удобная система на перекрест... На особенностях светофорах. Автоудержание. То есть ты затормозил, ногу в сторону заубрал, а она стоит. И только когда ты нажал на газ, она поехала. Для пробок вот удобно. Да, да, да. То есть не надо ничего там держать, она сама стоит. Вот. А мультимедиа включается вот здесь. Станция. Можно на руля выбирать. Станция. Сильных негативных эмоций. А у них тоже есть на руле. Спокойно, разумно и позитивно. И тогда день пройдет. Крульз-контрольный, думаю, не знаю, он вам сегодня понадобится. Не понадобится. Он адаптивный вообще у них идет? Нет. Нет. Обычный простой. Крульз-контрольный. На восьмерке восемь не появится адаптивный. Активный, так сказать. Да, да. Активный. Теперь вот про то, что вы увидели, когда камера. Когда колеса у машины начинают поворачиваться, включается система кругового обзора. Шесть камер выстраивают полностью проекцию 3D. Можно поставить 2D, 3D, спереди, получается, и сзади. Вот. Эту функцию отключить. Ну, убрать, да. Она включается, когда поворачивается руль, либо, когда я на перекрестке, включаю поворотку. Она сразу автоматически включается. Она мне показывает дополнительно, нет ли у меня помех. Мертвая зона. Если мне нужно ее принудительно включить, ну, просто мне потребуется, то вот она кнопка. Но на скоростях больше 40, она не включится. Ну, да, в принципе. Она не нужна. Нет необходимости. Так, и все. Ну, да, вроде бы панель насыщена всякими кнопочками различными, сенсорными. Причем большинство сенсорных здесь кнопок присутствует. Ну, так, как таково, она простая. Это тут у меня бардачок с охлаждением. Тут охлаждение есть. Если вы не будете брать пиво или воду, можете туда поставить. Вот. Вертите на напитки. Давай пробовать дачок. На, вот смотри-ка. Он, во-первых, большой. Смотрите, вот, есть. Тут можно его. И он травм, он единый получает. Да, да, да. Вот это снимается вот так же. Ну, и можно, да, снять. Если, 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 если. Вот, принято. Ага. Я могу ее общаться. Ага, ну, вот. Вот, вот, да. Вот это вот уже, да. Вот это уже прикольно, конечно, положить. Что-нибудь надо поставить. Охладить это, да. Банки, сколы, там, вот. Что-то такое вот. Так, ну, и что еще хотел показать. Давайте так посмотрим. Ага, вот, да, 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 это. Звездное небо, романтик. Ночной. Панорамная крыша. Ну, охотиться на этой машине, в принципе, можно, если не застрять на ней нигде. Охотиться? Да, ну, а что, вот сейчас открыл, и, пожалуйста, вставай. Открывается одна, да, зона? Да, да, да. Вот она сейчас. Полукабриолет получается. Так, а сидение, например, вот это туда сдвигается максимально. Если встать, например, так не получится, да? Потому что оно поехало у меня. Я никогда не задавался этим вопросом. Причем только я... Ну, вы-то ездите по асфальту, но по асфальту машина не нужна. Ага. Ну, вот попробуй. Ну, да, если спинку, в принципе, наличие. Не, встать можно реально. Да, то можно, наверное, встать. Да. Ну, вообще, их редко берут для охоты такие машины. Нет, это же кроссовер какая-то для него охота. Это... Ну, так вот, где-то как, знаешь, как... Мы рассматриваем автомобиль с небольшим выездом в небольшое бездорожье. Не, это да, это в этом плане. Помнишь, мы зимой на четверке с тобой? Да, да, мы катались. Я был удивлен. То есть четверка тоже переднеприводная, да, была? Она ехала достойно. Такой... Вот это я понимаю, это зарядка, да, с проводной? Беспроводная зарядка. А ключ тоже от нее заряжается или просто... Нет, просто я положу. Ты можешь его. А где у него, вот, USB-с, различные, находятся? Как бы то, что... Вон там есть отверстие. Жан, вот. Жан, на, покажи вот так. Да, вот здесь, кстати, еще есть удобная полка. У нас полка для вишек, для документов. Объемные, довольно-таки. И под ней же находятся два разъема USB и под прикурчик 12-ти вольтовый. То есть можно так же... В принципе, удобно сделано, ничего не задевается. Отлично. Ну и бардачок. Да. Бардачок с микровица у нас бардачком. Внутри. Он такой объемный, довольно-таки, для такой машинки. Я могу... Я не знаю, что это китайцы. Это маска для... А, маска для сна. Нет, не для водителей. За рулем, когда на круизе идешь. Это бонус от китайцев. Да. Ну что, перейдем на задний ряд сидений. Наверное. Ну, он и дует сюда, да. И все. То есть тоже кондиционер. Не заех там заморозить, да. Подогрев задних сидений. Можно поджарить. Да, поджарить можно было. Так, это что такое USB? Выход USB. Ну и вот вы там сидите. Вот такой вот. Какой у тебя рост? Рост 182. Рост 182. Смотрите. Здесь над головой. Плюс еще сидение. Заднее тоже регулируется, да? Регулируется. Нет. Эти будет и нет. Это на восьмерке. Это на восьмерке. На восьмерке, да. На семерке не будет. Подлокотник. Что в нем там? Может там это тоже парка? Подлокотник, подстаканник. В целом машина можно и похоронить прохладительные напитки и держать их в прохладном виде. А наклон спинок? Нет. Вот в этой модели нет. Восьмерке, да. Там, пожалуйста. Да, я пошел. Вот это вот стандарт. Да, да, да. Но сидеть удобно. Голова в принципе ложится. Не перпендикулярны. Тест порогов. Давай. 110. Да, нормальный. 110 вес. Стою. Держу. Ну что? Сердце защемило. Погнали? Все, давайте. Так, друзья, нам вручили ключ. Дали автомобиль нам покататься. Ценник этого автомобиля миллион семьсот восемьдесят девять. УАЗ Патриот. Мы рассматриваем сейчас два автомобиля. Это УАЗ Патриот. Вот Евгений хочет приобрести. УАЗ Патриот у нас стоит грубо миллион шестьсот на автомате. Правильно, Жень? Да. Мы сейчас заедем, посмотрим. Приехали с вами. Ой, косо. Слушай, а с порогами немножко неудобно. Все равно вылазишь, нога упирается. Но это надо опять же привыкать, наверное. Дело привычное. Да, пошлите, посмотрим, что в пределах миллион семьсот. Вот Mitsubishi Motors. Зайдем, посмотрим. Добрый день. Здравствуйте. Нам бы автомобиль посмотреть в пределах миллион семьсот. Есть кто-нибудь у вас? Да, конечно. Да, давай. Спасибо. Спасибо. Пошлите, посмотрим. Пойдемте. Это какой у вас автомобиль? Вот этот, да? Сейчас мы рассматриваем автомобиль. Это вот эта цена, правильно? Да. Можете вкратце рассказать? Это монопривод. Все верно. Двигатель. Какой здесь? Здесь один из шесть атмосферный двигатель. 118 лошадиных сил. Это автомобиль японского бренда Mitsubishi. Один из немногих, который до сих пор собирается в Японии непосредственно. Модель называется ASX. У нас здесь с вами дорожный просвет 195 сантиметров. Если рассматривать автомобиль на механике, то есть пятиступенчатая коробка. В данной комплектации также присутствуют подогревы сидений и мультируль. Я понял. То здесь стоит механическая коробка? Все верно. А если будет стоять автомат? То автомобиль будет начинаться от стоимости 1,988 на текущий день. Там уже будет двухлитровый также атмосферный двигатель и полный привод. Все. Спасибо вам. Безусловно. Так, ребят, сейчас мы приехали к официальному дилеру LADA сервис. Смотрим автомобиль. Максимальная комплектация Niva Travel. Атемка, цена данного автомобиля в комплектации Luxe 939-900. 939-900. Актуальная цена на 27 августа. Как определить, что перед нами комплектация Luxe? Мы видим пластик крашеный. Она на 16 красивых колесах с противотуманными фарами. Через лобовое стекло у нас виднеется навигация. То есть у нас бывает еще версия Off-Road, когда выведен шноркель, когда более внедорожная резина. Толок автомобиля черный. То есть там где-то на 17 тысяч она подороже. Ну, в принципе, это комплектация Luxe. Начинается вообще Niva Travel на данный момент 805 тысяч. И выше в зависимости от комплектации. Всего их бывает три, несложно запутаться. Первая базовая, вторая с кондиционером на 15-х колесах. На 16-х колесах с пластиком крашеным. Это уже Luxe версия. Я понял. Вот, округлим 940 тысяч. На данный момент стоит... Жень, в принципе, можно купить две тревела или одну через SIGA 7 Pro. О том, порогия дополнительно идет, да? Да, и таксессуары. Они ставятся отдельно. Завода они не ставят. Ну, давайте посмотрим. Это все заводское исполнение. Открою, пожалуйста. Тогда, пожалуйста, по-моему. Нет, она закрыта, да. Конечно, после SIGA 7 Pro немножко нудненько, нудненько. Вот так же лифт идет. Ну и цена. Естественно, цена намного ниже. Подлокотник, опция у нее? Нет, не опция. Начиная со второй комплектации уже будет подлокотник. Черный салон. Интересный. Да, в виде подстаканника. Ну, стандартная Нила. Ничего тут не поменялось. Двигатель тот же, все тот же. Просто вот максимум навигации. И потише, чем, по крайней мере, 31 или короткая. Ребята, сидение пассажирское отодвинул максимально. С моим ростом 1,82 м. Смотрите, как. И сзади еще место здесь. Сын сидит. Говорит, в принципе, удобно, но все равно уже поджимает. А так вот. И вот сюда давай заходи. Вот, вишь, дорога. Все, давай. Да, да. Поехали, поехали, поехали. Поехали. Давай, давай. Пробуй, пробуй, пробуй. А потому что диагонального вершиня мы просто вы сейчас немножко хода наберем. А вот, видите, правое колесо пробуксовывало. Поехали же. Больше хода. Стоп, стоп. Нет, 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 нет. Не едет. Потому что, ребята, монопривод назад. Очень крутая горочка. Давай максимальный назад, сдавай. Тут надо ходом пройти, Жень. Конечно, система отрабатывает вообще прекрасно, прекрасно. Подъем очень сложный. Он как бы склоном идет. Давай прямо, то есть, ну вот, выезжай. Давай, давай. Ну, нет, он, видишь, вот. Нет, нет, нет. Все, все, не надо. Одно колесо в диагонали автомобиля встает. И нас постоянно сносит. Давай назад. Сейчас по другой траектории заедем. Сейчас автомобиль поставили поровнее. Вот видите, снос, снос передней оси идет. И автомобиль стоит вот так вот. Вот. На камере, наверное, соно не передается. Режим спорт, газ в пол. И автомобиль зашел. Выключили кондиционер. Режим спорт. И автомобиль просто ходом зашел. Сейчас, ребята, тоже попробуем заехать на другую горочку. Более-менее ровная. Монопривод пока не едет. Ты смотри, что карабкается. Ну, это в режиме спорта, вернее всего, заехал. Ну, как видите, что даже в полевых условиях автомобиль вполне себя чувствует. Комфортно. У автомобиля кататься комфортно. Вся электроника помогает. Все работает. Есть, конечно, мелкие косяки. Однозначно есть. Но в целом за миллион семьсот. Миллион восемьсот, наверное, да. Автомобиль неплохо себя показывает. Мы выбираем автомобиль вот в пределах этих цен. То есть, в основном, или Патриот, или вот это Черри мы смотрим. Заезжали в Митсубиши, да. Там за эти деньги ничего не возьмем. Автоваз Нива Тревел девятьсот пятьдесят, по-моему. Сейчас Евгений пробует электронные системы. Помощь при спуске. То есть, видите, показывает, что автомобиль стоит вообще легко и просто. А спуск и подъем, ребята, очень серьезный. Мы тут заезжали на полном приводе катались. Так что пока все отлично. Сейчас вот смотрите, это первая горочка, на которой заезжали. Спуск. Порожки. На тормозе я нажал. Здесь у нас появился знак. Вот я отпустил полностью тормоз. Да, то есть мы стоим на склоне. Это очень удобная функция. Работает электронный помощник чуть-чуть. Изумительно. Сейчас направо же. Педальку газа и все, она поехала. Вот про пороги мы с Евгением несколько раз садились, выходили. Нам они лично мешают. Давай налево. Да. Они нам мешают. Кто ростом 150. Так, Женя, здесь нам аккуратней надо. Сейчас я выйду, посмотрю бампер. Поехали. Давай, 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 давай. Нормально. Давай, давай, давай. Неплохо, не вообще отлично. Как видите, свес бампера, клиренс, то есть позволяет вот по проселочным дорогам кататься. Ну, в принципе, довольно-таки уверенно можно кататься. Да. Не бояться особо. Вариатор тоже ничего не боится. Приезжает комфортно. И можно сказать, что тихо, в принципе, да? По проселочной дороге вот едем. Да, в салоне довольно тихо. Не пыльно. Не пыльно, хотя сзади он пыль. Да, пыльная дорога, держит все. Еще такой момент. Митсубиши мы не сняли, вам не показали. Двери. Вот снаружи по дверям этим стучишь, там чувствуется, что есть шумоизоляция наклеенная. Добротная шумоизоляция. Да. В митсубиши по автомобилю стучишь, как консервная банка. Японскому автомобилю. Японскому, да, автомобиль напрямо же. Здесь по-китайскому стучишь. Налево. Вот уже мы минут 10 по пулевой дороге ездим в салоне. Пыль и нет. Это вот прям радует. АТВС Моторс за предоставленный автомобиль не побоялись. Предоставили. Все-таки миллион восемьсот почти мы взяли. Доверили. Ну, значит, видать, у нас лица такие доверчивые. Раздоверили нам новую технику. Доехали до третьей горочки. Помощь при спуске, да? А может без них попробуем? Нет, давай помощь при спуске и ногу с газа убирать. Вот она встала сразу автоматически. Ну, поехали. Нет, она должна как бы помогать. Нет, убирайся ногу с газа, с тормоза убирай, убирай. Все, убрал. Убрал. Вот помощь при спуске, смотрите. Да, вот она сама притормала. Сама Евгения ничего не трогает. Просто руля. Здесь аккуратненько. Акварратненько. У тебя база длинная, но проходит прям неплохо. Сейчас мы пробуем на холостых. Вот просто интересно. Закатится автомобиль, не закатится на вариаторе. Можно установить механическую коробку, так сказать. Давай потихонечку посмотрим. Ты ногу убрал, да? Ногу убрал, но она не едет. Да, назад она не едет. Да, назад как поедет, нет, покатится. Нет, все. Нет, смотри, встала, стоит. А потому что помощь... Давай я отключу, попробую. Что будет? Ну-ка я вот туда, там покруче сейчас будет. Подъемчик. Сейчас чуть-чуть газу дам и отпущу. Давай, все, убирай газ. Теперь покатится. Все, катится. Вот видите, без помощников уже она беспомощна. Ну, как обычно. Все, все, лампочка загорелась. Все, вот я убрал. Ну-ка. Покатилась тоже. Ну, в котором с нами. Убирай. Все, сейчас. Нет. Нет, это вот этот держит. Наверное, да. А этот на подъем, ну, предназначение. Нет, при спуске, видишь, она нарисована при спуске. Он, наверное... Ну, поехали. Да, и вот сейчас вот там щелкнул. Она дает время, дает время, какие-то там 3-4 секунды. Вот на подъеме, когда ты стоишь, она это дает время, не скатывается назад. Вот сейчас здесь вот, что у нас, помощник включен. Вот мы его выключаем. Сейчас я выключил полностью все системы. Остановился. Остановился, вот, ноль. Убрал. Ну, она катится, да. Она катится. А вот если вот эту вот, ну, все, она не катится, пока не нажмешь. Теперь это выключаем, как бы на подъем помощника. Вот это вот включим, попробуем, что он. Все, она сама вот установилась. Короче, этот автомобиль для ленивых, наверное. Ну, конечно, не для ленивых. Мы привыкли на УАЗ Патриот, да, там на Нилов. Прочаги были какие-нибудь. Да, что прочаги переключать. Автомобиль как для трассы и для легкого бездорожья. За миллион восемьсот, ну, округлим давайте. Жень, как считаешь? Ну, нормальный вариант. Подходит, да. Семейный? Семейный, да. Главное, что я думаю, что и женскому полу тоже будет на нем комфортно ездить. То, что довольно-таки много здесь различных. Помощников, да. Да, которые помогают тебе им управлять. Как видите, сзади сколько пыли. Хочу обратить внимание, то, что в салоне все чисто. Пыли вообще не даже? Пыли нету. Нету, не подсасывает. Сзади все чистенько. На зубах не скрипит. Да, и на зубах самое главное не скрипит. Так, я где-то испугался тут этих, честно. Ну, да, здесь как-то. Вон этих, выше какие-то туда, что ли? Значит, прямо, наверное. Или, знаешь, как направо и туда уходил. Да, побочную немножко сидим. Ой-ой-ой. Так, отлично, отлично. Так, теперь я чуть-чуть перелазим аккуратно. Легко. Вот, реально легко. Да. Прямо в пол. Все равно вариатор, мне кажется, медленно набирает. Медленнее, даже, чем автомат, мне кажется. Да, автомат, мне кажется, побыстрее. Да, побыстрее. Ну, это уже 140. Здесь уже не будем, наверное. Ну, да, здесь выезды. Потому что движение встреч не идет. Ну, плавно, плавно. Плавно. Так, а ну-ка, давай, сейчас вот 90, например. Сбрось, да, 90. Вот, например, мы при 90 едем. Вот, давай, едем. И нам нужно резко обогнать. Давай, господ. Задерживаем. Да, это задержка. Ну, да, это, как бы, динамики такой нету больше. Да, динамики сильно нету, да, на вариаторе. Но, как семейный автомобиль, опять повторюсь, вполне достойный автомобиль. Ну, по трассе ему хватит обогнать, в принципе. Хватит, да. Вполне это. Даже по трассе хватит ему сделать свое дело правильное, безопасно куда-то довезти семью в точку, с точки А в точку Б. Поэтому, ну, как-то я заметил, почему-то скорости на нем не чувствует. Мы идем 90, а как будто, ну, 60, вот так вот. Шумов мало, шумов. Да, шумов мало из-за этого. Сейчас вот мы с перекрестка попробуем тронуться. Давай, поехали. Вот эти, впереди есть Черри Тига, по-моему, еще самый первый. Первый или второго поколения. И как шагнуло, да, у нас буквально сколько лет прошло, не знаю. Так, года три, может быть, четыре. Ну, они молодцы, конечно. Технологии внедряют как только в путь. Второго поколения Черри. Вот мы ехали рядом с белым, смотрели, гнилой, не гнилой. И вот рядом проезжали, в принципе, ни пороги, ни двери, да, ржавчины мы нигде не увидели. Ну, лет пять, наверное, есть этому автомобилю. Да есть, есть, это 100%. Хочу показать, смотрите, по пыли покатались. Сколько пыли, да? А эта пыль будет попадать в стыки соединения. Ну, не знаю, для города будет нормальный вариант. И если ваш рост полтора метра выше, ну, вообще неудобно. Вот для нас, вот честно сказать, неудобно. Ну что, приехали у вас в центр, город Оренбург, монтажников. Посмотрим, у вас Патриот на автомате максималка, примерная цена у них одинаковая. Вот так и скажем. Так, ребят, ну вот, смотрите, у вас на автомате ZMZ PRO двигатель белого цвета. Ценник давайте. Что у нас по ценнику-то? А вот миллион здесь. Ну, миллион пятьсот пятьдесят. Миллион пятьсот пятьдесят. Ребят, что-то стесняются рассказать, не хотят на камеру. Говорят, мы все рассказали. Ну, сами что-то знаем. Да, поэтому сами все скажем. Это вот такое отношение к клиенту получается. Что никто не хочет рассказывать. Вот сами будем ходить, все показывать. Вот приезжайте, покупайте УАЗы. Всем насрать. На клиента. Так, ну давайте здесь присядем, посмотрим. Вместо, в принципе, тоже. А так, здесь сиденья не двигаются. Здесь даже нерегулируемые сиденья. О, места достаточно. Места достаточно. Так, насколько я знаю, французский автомат. Ну, написано General Motors. Какой-то там это, ну, лицензии, не лицензии, что-то такое. В общем, ну, как мне... Ребята, говорим то, что знаем, потому что менеджер отказался нам что-либо рассказать. Как мне известно, эти автоматы ранее устанавливались на автомобиле БМВ. Там, пятой серии, третьей серии. Конечно, здесь поскромнее, однозначно. Что сиденье... Как? Боковая поддержка. Боковая поддержка, да. Здесь вот механически можно отрегулировать боковую поддержку. Вот она максимально назад, это двинутая. Это максимально назад, да? У меня ноги, это не достает, получается, туда вот даже ногами метр восемьдесят. Так, здесь у нас идет подогрев задних сиденьев, обдув. Отдельная печка. А, это печка отдельная, вторая печка, получается. Да, печка стоит. Вот. Зажигание, что, ключ тоже не дадут? Нет, там клейм у них, вот, все, вот ключи. Вот, представляете, вот у вас центр. Вот, нам лично стыдно за вас. Знаете, что приедем посмотреть на монтажников. Ну, так, конечно, тут все так сделано немножко, но... Попроще, конечно. Электроники функционал так же, что медиа-система, навигационная система. Смотрите, у вас уже отваливается, ребят. Ну, да, как я был недавно, он сказал, что это просто они, когда их везут, они вот такими у них становятся. И вот эти вот просто подгибаются, типа, подгибаются. Нет, ну, я понимаю, но что, завод об этого не знает, что ли? Ну, наверное, знает. Ульяновский завод, а что вы, как вот... Это машина с нулевым пробегом. Да, это машина в салоне стоит. То есть ее с завода привезли сюда и поставили. Ну, что здесь вот, подогрев руля, подогрев лобового стекла, тоже подогрев передних сидений. Это парктроник, это передний можно отключать, отключать, самому задний, то есть при включении задней скорости постоянно работает. Крульз-контроль. Управление медиа-системой. Ну, руль, как бы тоже он... Он обшит, кстати. Руль обшитый уже идет. Подогрев лобового стекла, насколько я вижу, идет, да? Да, подогрев лобового, подогрев руля идет здесь уже. Ну, в принципе, да, перемещалки, все, в принципе, да, тут круиз-контроль, климат-контроль стоит, вот здесь. Как бы, однозонный. Подушка-безопасный. Да, кстати, вот я хотел. Ну, сейчас всех сидеть. Барт, конечно, удобно. Бардачок, вот. Так, и подголовники только здесь, получается. Два подголовника, да, идет. Ну, здесь, реально. Ну, как бы, нормально. Удобно, ехать можно. Что ты говоришь, обратил внимание? Бардачок-то там, видите? Да, бардачка нету. Вообще, бардачка нету. Что в Ниве, что у УАЗе. Нет, раньше у УАЗа были бардачки хорошие, большие. Там шафонер целый, а сейчас вот сделали. Я не знаю, для чего. Можно было вообще, в принципе, и не делать. Полку здесь сделать, да и все какое-нибудь. И, Жень, как это максимальная комплектация? Сзади стоит блокировка, да? Да. Электро. Да, да. Электро. Да, и ESP тут стоит у него уже тоже стоит. Это, ну, системы безопасности там разные стоят. Вот. А, ну, здесь вот, да, конечно, если сравнивать. Тига, вроде всего. Вот он, бардачок. Ну, здесь и удобный доступ ко всему, ребята. Обратите внимание. Просто вытащил корыто, тазик. И это корыто, между прочим, смотри. Нигде шумоизоляции нету. Ну, это придется самим уже. И оно. Да, ну, это будет очень удобно греметь, приятно. Да. Ну, он тут двойной, естественно, этот бардачок-то. Подлокотник, вот здесь документы. Ну, тоже это все можно проклеить карпетом. Да, вот еще, кстати, я спросил у консультанта. Я говорю, а вот с профессиональными дверей что-нибудь сделали? Потому что запаска тяжелая же. Говорит, вот эту вот поставили. Пластину? И вот эту вот аккуратную железку сюда принесли. И все, да? Да. Вот. Как бы так. Петли ничем не защищены, да? Получается? А вот видите, даже вот. Это саморез. Да. А здесь вот его нету. Вот, заметьте, это. То есть, это вот он для чего-то. Вот черный. Самое главное, черный. Да. Чтобы быстрее ржавел, наверное. Все возможно. Все возможно. Парктроники установлены. Мастер, ломастер, конструктор может сюда вот прикрепить камеру заднего вида. Она, во-первых, не посередине. То есть, там искажается, когда ты назад будешь давать. Да, согласен. У тебя идет искажение. То есть, ты можешь не попасться. Ну да, она должна стоять. Вот здесь вот. Посередине ровно должна стоять. А она, вот видите, куда у нее закреплена. Раньше вообще, когда они начинали, они вот сюда ставили. Вот сюда вот. Камера. То есть, вообще по ней нельзя было ориентироваться. Так просто, как телевизор использовался. Вот смотрите, здесь вот висит все. Но опять можно сказать, что еще предпродажной подготовки не было. Да? Это вот парктроники. Насколько я знаю, парктроники. Да, это. То есть, первый оффроуд. Палки. Все. Придется самому что это делать. Все оторвется. Я хочу самому придется. А, еще вот здесь различаются вот эти вот новые модели. Это у вас, кстати, июнь 2021 года. Вот это вот июнь 2021 год. Вот видите. Уже покоцаны. Да. И они чем отличаются от предыдущих моделей. У них здесь два листа рессора стоят, а не три. Раньше стояло три листа рессоры. Плюс бак 65 литров. Здесь два же бака? Нет, один. Один бак? Да. Один пластиковый бак. Так, ну подкрылки стоят, да. Да. Подкрылки уже стоят. Достойно. Вот я только не знаю, как в караме там подлезть, посмотреть. Фольга, не фольга. Так, колеса у нас получается 16-е. 235. Это как на Ниву Бронта мы смотрели. Такие же колеса. Размерность. Так, здесь стоит тоже крестовина. Да, здесь на крестовине ехал. Уже идет. Защита что-то, не знаю, или не поставили, или не предусмотрена. Она отдельно ставится. Отдельно, да, ставится. Ну бак вот смотри, какой смешной, да? Ну да, бак пластиковый. Да, бак пластиковый. Да, бак пластиковый. Пластиковый бак стоит. Я-то не понимаю, почему они убрали второй бак? Для чего? Ну, как говорят, это что сделать для облегчения конструкции. Ну, я не знаю, как тут ее еще облегчить. Вот, что мне нравится вот эта вот, то, что в возрасте людям удобно вот так взял ее. Ну, это да, однозначно. И все, раньше ее не было таких? Посадка удобная. Слез спокойно, ничего не забил. Здесь вот как в майбахах это можно, даже задний пассажир, у тебя водитель личный. Вот так сам делаешь, только здесь в майбахе кнопочка. Ну, вот так, ну, покрутил там немножко. Ну да. Вот сиди, стол можно сюда поставить. Согласен. Бесшумные замки. Да, да. Очень бесшумные. Ну-ка. А здесь как? Бесшумновато. Что-то такое ощущение, что ничего нет, да? Ну да, нет. В общем, изоляцию надо делать все равно. Да, пустые. Двери пустые. Вот. Ну так, в целом, еще говорят, вот здесь что-то изменили. Лампы галогенки. Дыхо. Да, дыхушки. Это стеклообмыватель. А вот с расширителем вроде решили проблему. Такая же была беда. Но сделали на подвесе, наверное, да? Да, да. Кронштейн какой-то придумали там. Ну, тоже присобачивали так это. Месяц-то много, тут можно. Ну, ясно. Что, выбор-то за тобой стоит, конечно. Какое-то там. Хочется, вот лично мне, я бы тоже купил бы у вас патриот. Не знаю почему. Ну, я тоже склонен, если честно, к нему. Мелочей много всякого. Во-первых, в ремонте. Он ремонту пригоден. Да. Но, опять же, если взять вот тот китайский Chery, который полноприводный будет, цену он нам не сказал, да? Ну, за 2, наверное, дороже, чем этот будет 8 Pro. Да. То есть 8 Pro 2,200. Ну, это 2,5 миллиона. Это 1,6 миллиона. Да. Ну, в миллион разница. Да, в миллион разница. Ну, этот меньше будет, жаль, чем этот. Полноприводный. Да, согласен. Ну, что, поехали дальше? Да. Вот, ребят, напишите в комментариях, что бы вы вязали. У вас Patriot на автомате. Цель это рыбалка. Chery Tiggo 7 Pro. Цена примерно одинаковая, 100 тысяч разница. Вот, новый вариатор. До рыбалки можно доехать, но по грязи уже на нем не поедешь. А это вроде как бы и полный привод. И место. Электроблокировка. Места. Багажник. Большой. По сути, вот смотри, его купить, делать антикор полный. Да. Разбирать полностью все двери. Шумку, хоразейку ему все. Да. Антикор пятнашка, наверное, вылезет здесь. 15, да, будет. Да. Сделать шумку ему нормальную. Ну, 40 пусть давай возьмем. Ну, он больше, чем Нива, согласись? Да, да. Он больше, чем Нива. Да, согласен. Вот. Вся протяжка. Ну, еще, помимо этого, я думаю, 1100 надо будет. Да, сюда вот, сразу соточку вот это закидывается. Надо приготовить. Чтобы думать, чуть-чуть довести. А потом уже постепенно, конечно, под себя его. Да, согласен. В той, конечно, в 7 Pro, как бы, делать ничего не нужно. Да. Туда, там сел и поехал. Ну, что, поехали. Да. Ну, дилерам УАЗоводов хотелось бы, конечно, обратиться, чтобы каждому клиенту было какое-то, знаете, отношение. Ну, на данный момент отношение ноли вообще. Зашли. Что хотите, то иди. Идите, идите смотреть. Расскажите. На камеру не буду. Ну, что за херня, блин. Все, мы поехали дальше. Нам нужно ехать отдавать автомобиль. А концовочку, итоги подведем. Да, здесь впереди дисковые тормоза. Там барабаны стоят. Все, помчались. Давайте подведем итоги. Проехали мы на нем примерно километров 60. По бездорожью немножко катались. Автомобиль. Шумка хорошая. Однозначно. По бездорожью едет неплохо. Режим спорт работает нормально. Двигатель полтора. Цепь турбина 147 лошадиных сил. Хватает для этого автомобиля. Вот. Разгон, конечно, плавный. На автомате, мне кажется, будет поинтереснее, чем на вариаторе. Вот. Кнопочки. Вот эти кнопочки. Вот. Смотрите. Покажу вам. Вот. Включил радио. Да. Хочешь ты. То есть, не вот сюда нужно нажимать. А вот здесь вот. Нажимать. И вот пальцем случайно задеваешь сюда. И ты начинаешь убавлять. А убавляется не радио. А убавляется то, что ты куда нажал. Климата, например. Понимаете. То есть. Ну, немножко есть такие нюансы. Но это опять же дело, как говорится, привычка. Свет на автомобиле. Нам понравилось. Мы заезжали в темный паркинг. Смотрели. Вот. Классно. Даже датчик света, который включается. Салон красивый. Ноги подсвечиваются. Везде такие кнопочки. Все. Классно. Бардачок большой. Панорама. Тоже вечером, я думаю, будет прикольно кататься. Смотреть звезды. Смотреть звезды. Кондиционер. Он двухзонный, да, по-моему? Да. Двухзонный. Автомобиль не чувствует разницы с люточным кондиционером и выключенным. На горочке, когда у нас автомобиль не заезжал, мы попробовали, конечно, выключить его и включили спорт режим. Тормоза все дисковые установлены. Оттормаживает тоже прекрасно. Места в автомобиле тоже много. Подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик света. Все это присутствует. Женя, давай расскажи, что тебе понравилось, не понравилось этому автомобилю. Ну, ходовые качества, в принципе, неплохие для проселочных дорог. По-сухому. Как бы кочки, неровности. Он хорошо проходит машину. И, что самое немаловажное, то есть, где морд, я думал, что он зацепится коробами, порогами. Вот. Этого не произошло. Это тоже очень хорошо. Свесы небольшие перед и зад. Также это вот такие резкие ямы, перепады какие-то тоже проходят аккуратно. И, в общем, первое вождение мое на нем, как бы страх у меня был, опасение какое-то. Было, ну, не знаю, минут пять максимум. Потом уже, как бы я привык, посмотрел, что на нем ездит нормально по полевым дорогам, по бездорожью. То есть, да, мы поняли, что автомобиль, в принципе, устойчивый. Вот. И поэтому, как бы, стали на нем дальше экспериментировать. Ну, да, то, что шумоизоляция здесь. Ну, отделка также, ну, торпеда, вот консоль. Приятная на ощупь, мягкая, не дубовый пластик. Так, в принципе. Скрипы есть, однозначно. Ну, это, мне кажется, в любом автомобиле будут скрипы. Однозначно. От них не избавиться. Это же, грубо говоря, не элитные породы машины. Хотя я знаю элитные породы. Так же, у них косяков там, тьма тьмущая. Тоже, да, можно найти. Мы смотрим просто автомобиль в пределах, вот, миллион семьсот, миллион восемьсот. Вот. Этот автомобиль мы посмотрели. Все-таки, как бы, у вас Патриот, он повыше, поинтересней. Ну, и для нас, может быть, практичней. То, что мы уже в возрасте, наверное. Мужчина, вот. И хочется, как-то, что-то иногда руками там поделать. Как думаешь? Ну, да, конечно, здесь вот, если честно, вот. Вот здесь купил, бояться, бояться. Как бы, страшно что-то где-то, ну, панельку какую-то приоторвать. Там, страшно, мало ли что, там какой-нибудь датчик может за ней стоять. В Патриоте можно смело все открутить, отвернуть, выбросить, поставить от Maybach туда. Вот. Ну, нет, машина интересная сама по себе. Это я, как бы, в первый раз нахожусь в китайском автомобиле. Такого класса, как бы, современная уже машина считается. Вот. Интересная машина, да, вот это сенсоры, все это, как бы, охота поиграться. Еще по месту приедем, уточним гарантия. Насколько я помню, по-моему, пять лет гарантии. Но это я сейчас не утверждаю, подведем Алексей нам за нее все расскажет. Итак, у нас появились вопросы. Первый вопрос. По гарантии. По гарантии. Пять лет, либо сто пятьдесят тысяч пробега. Максимальная гарантия распространяется на двигатель. Коробку передач, в данном случае вариатор. Кузов от коррозии и лакокрасочное покрытие. От всяких там облизаний, вспучиваний, потемнений и так далее. На подвеску в договоре будет прописано прямо по пунктам каждый узел. На какие-то узлы будет гарантия две тысячи, на какие-то узлы будет гарантия сорок тысяч. Это все будет прямо в договоре прописано. Пять лет на кузов, мотор и коробку. Повторюсь. Понято. Второй вопрос. По обслуживанию. Нулевое ТО будет на двух тысячах километрах пробега. Сольется обкаточное масло, проверить все системы, протянется подвеска. Сольется везде из коробки? Нет, коробка нет. Она на сорока тысячах будет иметь. Нулевое ТО будет стоить где-то шесть-семьсот. Сюда входят уже все работы, масло, все расходники, все. Последующие ТО будет десять тысяч, двадцать тысяч, ну с интервалом в десять тысяч километров. Средняя стоимость ТО будет порядка девяти тысяч. Большое ТО будет на сорока и на восьмидесяти, потому что будем гонять жижу в вариаторе, как это в простой народе называется. Те ТО будут, наверное, где-то тысяч по тринадцать, по четырнадцать. Вот. Ну, тут цепь, если доедем до больше 160 и выше, там уже будем менять цепь. Но я так думаю, что... Ну, я пока еще машины с таким пробегом не видел. Они только новые, ничего, год только им. Вот. Все расходники на месте здесь. Кроме, грубо говоря, кроме заездов на ТО, расходники вам не понадобятся. Потому что машина масло не ест. Если будут какие-то там дефекты вылезать, хотя это крайне редко, но бывают, вы просто приезжаете по гарантии, все это дело устраняется. Ну, на памяти, что могу сказать, у нас в мороз на одной семерке патрубок мы поменяли на радиаторе. Когда у нас в мороз, хомут, значит, резина просела и подтекал. То есть ее заведешь, прогреешь, машина дальше не тепет. Заменили. Да. Вот такие были дефекты. Но вот, наверное, это самое критичное.